вот мы сели обедать как я хотел поговорить маленький и спрашиваю сейчас вот прямо так без подготовки посели за стол володя то о чем думал во время еды а иди мы еще они думают она на столе стоит от картошка мелкая вот у нас картошка вот такую картошку варю вот она видно какая по 5 картошек каждый должен съесть так тут яблоки сами делали отчеты как об ей думал как я сессию или еще предупредить что их вот эти яблочки много не надо есть они уже начинают прокисать ты брат сергей о чем думал когда сели есть вот во время обеда я разрушил о письме лена киняйкина которая мне написала то есть тебе мысли какие-то приходят лучше как и ответить стоит ли отвечать или ну брат никита я ты что думал когда сели вот есть ну как чтобы лучше обслужить вовремя то подать еду и все я на раздаче сегодня но об этом еще думать то подавал да и все вот в этом наша разница я просто показал володя меня спрашивает то дескать о чем я думал я каждый обед думаю какую-то тему у меня надо спрашивать но вы в это время молились да я в это время молился и с нами разговаривал разговаривал одновременно у меня определенная четкая тема я почти все время работаю на три каналах если это не напряг если бывает очень сложная где-то перехожу на два а бывает на один но это очень редко еще об арбузе думать арбуз хороший я думал о книге угрюм река о ее героях какая была жестокость вспоминают из книги как китайцы женщин брали как этот они тут разговаривает там в низинке их перестреляла как они кричали китайцев тех нет выдуманные люди но в реальности такое бывает бывает и чем этот человек закончит есть такой рассказ как он решил от нее избавиться она ждет шор женится а он не женится на ней он богат это и он тогда назначил есть свидание в доме на сидит окно распахнула гроза и во время грозы он пришел в сад и из сада выстрел в ее убил и и и и началось когда следствие дальше это поплыжу по какому-то кажется находишь обрыва газеты которые король забивали я думаю об этих людях они как бы реальные и что этот человек в конце концов получает жизни а если эти люди были где они теперь куда не пошли и попутно мне вспомнилось как проводили большую дорогу в америке как китайцы по хорошо получали взрывники были а там ртуть нельзя наклонить ну и как-то стукнуло где-то и взорвалось и из четыре человека погибли сразу я с это все соединяю а зачем это думать но вчера я думал что я могу сказать каждый обед у меня как бы кто-то тему дает я даже никите сказал горе кто такой гудериан сразу ответил генерал такой-то а где воевал пустыне ягра какое прозвище будут пустынный лис на даша чем он кончил вот это он не знает это ромель ромель пустынный лес а потом спросила а кто главное удар нанес танковым частями гудериан ромель видишь я не то сказал я всегда думаю вот крушение государств и другое не все подготовлено было вот так тщательно подготовиться к гитлер никому не удавалось и вдруг все остановилось и вдруг позиции за это не сдавать он везде генералам не сдавать не пятится они говорят иначе мы в окружении попадаем и тогда сдают он меняет их и в конце концов правильно сталин взял что расстрелял генерала всех своих вы только препятствуете мне но сейчас специально такое показывает он кричит там гитлер и прочее мне в этот момент переживательный я как вы прикидывая себе все было выстроено следили за каждым словом там одна выступает женщина реальная женщина в германии готова тот мозг горит хороший старинный мост они взяли взорвали чтобы советские не перешли а муж и сказал сказал слух зачем это сделали то стерновая на война проиграна то а уже в берлине там где и вот уже вывели перед окнами повесили свои и соседка все это рассказывает я вспоминаю как эти люди были разговаривали что думал этот мужчина то есть я все время занимаюсь психологическим анализом я не хочу как бы но я размышляю у меня размышления не спонтанная так агар вуз картошка ромаль так яблоки гудериан нет у меня стройно слагается предложениями литературно я даже когда отдельно еду или даже вот если коснулась котика и окошко вспоминаю я как будто книгу пишу какую у меня все время не просто прости господи а у меня слагается это как псалтырное чтение в это время в это время я работаю на одном канале только настолько напряженно понять что чего я хочу почему я всегда интересуюсь батюшка приезжает из города ну-ка да все хорошо я его отвечаю спрашиваю батюшка счетом про нас слышно про нас еще слышно ряжь сам по себе вопрос какой-то интересный говорит еще интересного просто мне интересно на среднем нате сереже садитесь садитесь держи арбуз холодный володя сейчас держи а то я отрежу никите но я как всегда попку арбуза забираю себе корыца и вот когда размышляешь об этом я все останавливаю на вечности и кто где сегодня находится как они выстраивались свою жизнь хотели рыцари бились вот это но и в ночь играется каких бриллиантовых ножей у гитлера было когда рэма там всех кто-то у него под нож пустил вот это никогда считаешь как они люди держались за все это и вдруг все полетело и ничего нельзя вернуть вот напали ногу енотов лежали они там или спали и вдруг не щадят ни женщин детей в одном париже пять тысяч пять тысяч человек а по стране 30 тысяч какой-то тяжелейший удар будут людей у меня стихотворение есть про голубей будут ли голуби вечности там в раю я отвечаю обязательно потому что тварь стинает мучается до ныне она будет освобождена от раб с утлению нас и спивает стареет а если она не будет освобождена тогда бы не было написано я просто для размышлений говорю вот сейчас мы пошли работали на пруду новый третий пруд это как каскад у нас прудов это костровый или симаковский там все по-другому коровы поют надо заградить и как все и то же время работа и радуясь что нам бог доверил такое большое дело наши друзья в интернете интересуются спрашивают работаем все время вдаль во время мороз и дождя все мокро на ногах там по 5 килограмм глины и все равно мы не движемся вперед проходит какое-то время поблагодарили бога кратко помолились и мне кажется батюшка выезжает сегодня и мне его сейчас надо увидеть увидеть там а гвоздей набери что требуется ломик начинайте делать я долго не задержусь садись никита